Добрый день! После смерти разбираю дело одного парня. Ну, ты читал священное писание, ты молился? А у него есть изобретение? Нет, я не умею читать. И думает, ну и что ж тобой теперь делать? Ну вот, хорошо, только никому не говори, вот тебе пропуск во все места, куда хочешь, туда и иди. Конечно, он пошел в рай, осмотрелся, чисто, прилично, приятно. Ходил там неделю-другую, но все люди там сидят и что-то читают, спорят, изучают, радуются от познания. Ему это никакой радости не приносит. Ну что ж, надо сходить на экскурсию в ад. Подходит к охраннику, вот у меня пропуск. Охранник посмотрел, я такого в жизни такого не видел, обычно люди оттуда-сюда. Ну, раз так написано, проходи. Он проходит, посмотрел, поискал своих друзей, крики, ужасы, вонь. Надо возвращаться обратно. Подбегает, там стоит другой охранник. Вот у меня пропуск, пропустите меня обратно. Он говорит, извини, я не умею читать. Итак, чтение – это важная вещь. Чтение священных писаний – это важная вещь в жизни верующего человека. Я читаю из 1 Петра, 2 главы, 2 стих. Как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, чтобы от него возрасти вам во спасение. Молоко, которое питает детей. Десяток лет назад в Израиле произошла такая история. Умерло несколько младенцев. И медики стали изучать причины смерти. И оказалось, что они пользовались одной и той же смесью заменителей молока, молочных заменителей. Эту смесь отправили на проверку. И оказалось, что из списка нужных ингредиентов не хватает одного. И действительно, всех младенцев, которые пользовались этим молоком, вот этот ингредиент им стали давать чуть-чуть больше. Их положение, что они тоже были в не очень хорошее состоянии, их положение выровнялось. И умерло очень небольшое количество детей, двое или трое. Но смысл в том, что каждая деталь, каждая книга в Священном Писании, которая ассоциируется, которая здесь описывается как чистое словесное молоко, она важна. И она нужна, даже если вы не знаете и не понимаете, как она может мне пригодиться. Для того, чтобы прочитать Библию, всю Библию целиком, что для этого нужно и как ее прочитать, сколько для этого может занять времени. Посмотрите, аудиокнига, аудиобиблия по времени занимает всего около 36 часов. Если взять в году 360 дней, вот эти 36 часов разделить на 360 дней, получается где-то 6 минут в день вы посвящаете в Библию нормальному чтению, и за год вы прочитываете всю Библию. Библия необычная книга, несмотря на то, что она выглядит как обычная книга, она необычная книга. И иногда ее читать сложно, знаете, вроде читаешь, а ум остается без плода. Да, чтобы это все входило в человека, я вам покажу, как я читаю, это моя, как я читаю уже, не знаю, сколько там, столько, сколько я верующий. Я разбил Библию на 12 частей, приблизительно одинаковых по объему, по количеству глав, и с каждой части я каждый день читаю по одной главе. У меня 12 закладок, с каждой закладки по одной главе, и вот так вот я прочитываю какое-то время. Почему их 12? Я перечислю, как я их разбил на 12 частей, и я так прочитываю Библию за 3 месяца. Если вы разобьете на 12 делится и на 3, вы сможете прочитать Библию 3 раза, если будете читать по 4 главы в день. Вы можете разбить на 6 закладок, можете разное количество закладок по тому, сколько вы времени готовы в это вложить. Итак, вот моя раскладка, это сначала 2 книги, Бытие и Сход, вместе это 90 глав. Следующая, Иисус Навин, Судей 1 и 2 Царств, это 100 глав. Вот здесь вот Левит, числа Второзакония 97 глав, 3 Царств, 1 и 2 Паралипоменон 112 глав. Здесь идут книги Писания, они немножко в синодальном переводе разбросаны. Руф, Ездры, Неемии, Эсфирь, Йов, Экклезиаст, Плач Иеремии, Песнь Песней, вместе 104 главы, Псалмы, 150 глав. Книга Притчей Исаия, вместе 97 глав. Иеремия, Иезекииль, довольно большой объем, 100 глав. Дальше идет Даниил и 12 Малых Пророков, это 79 глав. Переходим к Новому Завету. Следующая закладка, это Евангелисты Матфея, Марк, Лука и Иоанн, 89 глав. Дальше идет Послание Павла, 87 глав, Римлянам, Колоссянам, Галатам, Ефесянам, Филиппийцам, Колоссянам, Фессалоникийцам, Тимофею, Титу, Филимону. И дальше Апостольское Послание Деяния и Откровения, вместе 84 главы. Вот так, каждое утро, сначала это кажется немножко беспорядочно, но вы читаете первую главу из Бытия, первый Псалом, первую главу из Иеремии. На десятый день, читая десятую главу книги Бытия, вы вспоминаете предыдущие 9, читая десятую главу Иеремии, вы вспоминаете какой контекст первых десяти глав книги Иеремии. И так вы читаете Библию не только вдоль от Бытия до Откровения, но и поперек, вспоминая, что где лежит, что с чем соотносится. И я довольно быстро научился ориентироваться в Библии, не знать все, а во всяком случае, что где лежит и с чем это связано, какие ассоциации. Большое спасибо и всего доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!